Так, Рома, бери корзину, я думаю, нам ее будет достаточно. Пойдем. Так, что мы с тобой сегодня решили сделать? Оливье? Давай, что нам для этого надо? Смотрим. Светлана и Роман выбирают продукты для любимого салата юноши. Сегодня они будут готовить оливье. Такие походы в ближайший супермаркет – неотъемлемая часть быта. И если дети из обычных семей привыкли регулярно совершать покупки с родителями, то вот ребятам из детского дома «Доверие» этот ритуал мало знаком. Светлана не только сотрудник «Доверие», но и друг, и наставник Романа. Мальчик попал в детский дом совсем маленьким, как и многие, кто приходят сюда в силу разных обстоятельств. Как правило, самым распространенным становится отказ родителей. Чтобы эти ребята в будущем не остались без поддержки взрослых, в детском доме разработали их специальный проект «Наставник – мой взрослый друг». Проект имеет два направления работы. Первое – это внутреннее наставничество. Этим занимаются кураторы из числа педагогов, те, у кого сложились особые доверительные отношения с ребенком. Что предполагает внутреннее наставничество – это прежде всего, чтобы у ребенка, у нашего, помимо того постоянного педагога, который работает на группе, или помимо того учителя, который работает в классе, был вот такой еще друг, старший друг, с которым бы ребенок мог поделиться самым сокровенным, где налажено полное взаимопонимание, налажено доверительное отношение. Внешнее наставничество подразумевает общение с ребятами внутри детского дома. Это когда любой желающий может приехать и пообщаться с ребятами, понять, чем он может им помочь. Ребенок через своего старшего друга может более успешно социализироваться, может познавать окружающее, может налаживать какие-то взаимоотношения. Значимый взрослый – это пример, друг, наставник, ориентир. Именно он может помочь ребятам из детского дома доверия найти себя в жизни, в профессии, научиться простым хозяйским вещам, да и просто не остаться без общения. Мы очень бы хотели, чтобы у каждого нашего ребенка появился наставник со стороны, наставник вне стен детского дома. Почему такой друг нужен нашему ребенку? Потому что ребенок будет понимать, что у него за пределами детского дома есть значимый взрослый. Внешним наставником является Салычева Анна. Она приезжает к ребятам регулярно. Организация волонтеры в помощь детям-сиротам, сотрудникам которой она является, и сотрудничает с доверием не первый год. Для Анны важно не просто наладить контакт с ребятами, но и помочь им сориентироваться в окружающей действительности. Ведь эти дети лишены опеки родителей, а значит, мало приспособлены к повседневной жизни. Многим трудно найти работу, профессионально сориентироваться. У меня подопечная, моя Кристина, ей сейчас 20 лет. И вот я ее три года вела, и веду до сих пор, вот это пожизненная участь. И она очень хорошо коммуникациирует, то есть вот именно ее вливание в социальную среду произошло очень хорошо. Каждый ребенок – это особый мир, а эти дети нуждаются в особом отношении. Для тех, кто хочет стать наставником, в доверии готовы помочь и с специальной подготовкой. Необходимо будет пройти курсы, и организация волонтеров в помощь детям-сиротам в этом поможет. Дети с радостью и с охотой примут любые формы общения, поэтому самое главное, мне кажется, самое главное желание – желание, чтобы у взрослого было желание помочь, хоть кому-то помочь в нашей сложной, непростой жизни. Если у вас возникло желание помочь этим ребятам, стать другом, наставником, помощником, обращайтесь в детский дом доверия в Алмазово.